Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал POP-MUSIC, с вами Александр. Сегодня я покажу вам, что такое микрофонный предусилитель ART PRO CHANNEL 2. Для его создания были использованы микрофонные предусилители второго поколения, которые обеспечивают чистое бесшумное усиление и при этом сохраняют невероятной прозрачности звук. Если о нём говорить совсем коротко, то это трёхламповый предусилитель, компрессор и полупараметрический эквалайзер, который может применяться как до, так и после динамической обработки сигнала. Главный вопрос, который возникает у пользователей, это станет ли звук лучше и для чего его ещё можно использовать. Надеюсь, что полный ответ мы сумеем получить в процессе обзора. Ну а если в двух словах? К примеру, у вас не хватает микрофонных входов, у вас на карте нет гитарного входа, вы хотите получить сочный и окрашенный тембр голоса, ну и наконец, у вас нет времени или возможности обрабатывать голос программно. Это радиовещание, стрим и так далее. Тогда этот прибор, безусловно, будет вам полезен. А ещё здесь можно добиться лучшего соотношения сигнал-шум, так как можно лимитировать пики и при этом выставлять достаточно высокий уровень. Плюс ко всему, имеющийся тут разрыв-посыл позволит подключить дополнительно процессор эффектов. Ну и последнее. Максимального и нужного результата вы сможете добиться только при правильном подключении всей цепочки. А это линейный вход, и об этом надо помнить. Ну а теперь давайте смотреть и слушать. Всё по порядку. Цепь предварительного усилителя. Первая ручка это контроль усиления. Она настраивает входное усиление. Поворачиваем по часовой стрелке и увеличиваем усиление. И соответственно против часовой уменьшаем. Так называемая приятная точка Pro Channel, это когда все четыре желтых теплых светодиода в измерителе характеристик лампы горят, и первый красный светодиод перегрузки мигает изредка. Дальше. Срез низких частот. Здесь все просто. Поворачиваем ручку и выбираем границу среза вплоть до частоты 250 Гц. Следующая ручка. Это настройка выхода предварительного усилителя. В большинстве случаев она устанавливается в положении около 12 часов, а регулировка доступна в диапазоне от полного отсутствия выходного сигнала до плюс 10 децибел. Здесь могу вам сказать, что не надо бояться устанавливать достаточно высокий уровень выхода, если вы хотите получить очень чистый звук с большой компрессией. Продолжаем. Кнопка Tube Voltage. Она используется при разных вариантах подключения XLR или Jack. Ниже расположен инструментальный высокоомный вход, регулировка сопротивления и три кнопки. Первое, это дополнительное усиление сигнала на 20 децибел. Второе, включение фантомного питания. И третье, разворот фазы. Ваше внимание, хотелось бы обратить на то, что при включении фантомного питания нужно убирать на ноль общий выход, чтобы не случилось каких-либо неприятностей. А что касается фазы, то многие пользователи в принципе не понимают, для чего это и что это. Элементарный пример. Два микрофона с двух разных мест дают одинаковый сигнал. В результате можем услышать звук с искаженной частотой или, чего хуже, получить эффект бочки или вообще пропажи одного из источников. Вот как раз таки переключатель фазы решает эту проблему. Ну а при использовании одного микрофона изменений фазы не произведет никаких слышимых изменений в выходном сигнале. Переходим к цепи компрессора. Трэш-холд. Это регулировка точки порога, в которой компрессор действует на входной сигнал. Вращаем ручку против часовой, уменьшаем порог, тем самым добавляем больше компрессии сигналу. Простейший способ настройки это начать с максимального значения. После того, как мы настроим уровень предварительного усилителя, медленно поворачиваем ручку против часовой стрелки, пока не достигнем желаемого результата. Регулятор степени. Рэйтио. В минимальной позиции степень компрессии 2 к 1. Это означает, что при возрастании входного сигнала на 2 децибела сверх порога выход компрессора изменится на 1 децибел. Эта степень компрессии очень мягкая и музыкальная и является идеальной для всех типов сигналов. Максимальная позиция больше чем 10 к 1. Это жестко ограниченная настройка, поскольку позволяет изменить уровень только на 1 децибел для любого сигнала, превышающего установленный порог в 10 децибел. Такое ограничение идеально для сдерживания выстреливающего баса и так далее. Атака. Эта функция помогает реагировать на резко возрастающие атаки. Быстрая атака может быть агрессивной для сигналов с резкими переходами, такими, например, как барабаны. Атака медленная может быть очень полезна для снижения компрессионных артефактов для сигналов с очень малым содержанием высоких частот, таких как фортепиано или флейта. Идём дальше. Релиз. Выбирает характеристики времени затухания цепи компрессора. Здесь можно добиться быстрого или не очень быстрого восстановления сигнала после падения ниже пороговой величины. Позиция авто позволяет компрессору подстраиваться в зависимости от характеристик входного сигнала. Кнопка комп-байпас. Это исключение компрессора из цепи и с ее помощью можно добиться идеального усиления на выходе. Единое усиление достигается тогда, когда уровень при активном компрессоре такой же, как и при выключенном. Ну и здесь же видим регулировку выхода компрессора. Компрессор output настраивает уровень выхода с цепи компрессора. Этот регулятор используется для увеличения уровня усиления с целью компенсации утерянного уровня при компрессии. Добрались мы до эквалайзера. Здесь он ламповый, полупараметрический, четырехполосный. Все полосы перекрываются, давая вам неограниченную гибкость настройки. Нормальная полоса пропускания каждого фильтра умышленно расширена для извлечения более музыкального звука. Итак, регулятор низких частот. Регулятор low настраивает сглаживающий фильтр с частотой 40 Гц или 120 Гц. Их можно выбрать при помощи вот этого переключателя. В позиции out частота 40 Гц, в позиции in 120 Гц. Срез 40 Гц поможет очистить грязный или расплывчатый низ, а 120 Гц приберет часто ненужный уровень низа на вокале, гитарах и томах. Кстати, усиление 120 Гц может добавить плотности или, как говорят, мяса жидкому или писклявому вокалу. Теперь средние частоты. Сам по себе механизм настройки средних частот очень непростой, но если его освоить, то можно будет приобрести практически неограниченные возможности настройки середины. Четыре ручки и четыре кнопки позволят вам и покрывать два диапазона частот, и срезать или усилить какую-то конкретную частоту с хирургической точностью, и обозначить ширину диапазона изменяемых частот, и воздействовать на прилегающие к основной частоты. Одним словом, серединой можно творить всё, что угодно, и если не перестараться, то результат будет беспрекословным. Наконец, высокие. Регулятор Hi настраивает сглаживающий фильтр с выбираемой частотой 6 или 18 килогерц. Частоты выбираются при помощи переключателя Hi. Фильтр высоких влияет на все частоты выше установленной при применении среза для усиления частот. К примеру, срез 6 килогерц также уберет 7 килогерц, 8 килогерц и так далее. Частота 6 килогерц добавит верхов гитарам, основным барабанам и вокалу. Частота 18 килогерц может быть использована для добавления шипения тарелкам и обычно относится к воздушному диапазону. Надо знать, что многие инструменты содержат гармоники, которые добавят дополнительный акцент и объём при усилении 18 килогерц. Срез 18 килогерц может снизить ненужный тонкий свист и шум. И маленькое примечание. Регуляторы Hi и Hi-Meet преднамеренно перекрываются для предоставления больше гибкости настройки. Например, можно попробовать усилить частоту 18 килогерц на тарелках с помощью регулятора Hi, при срезе 20 килогерц от регулятора Hi-Meet. Таким способом можно получить яркий и бесшумный результат. Дальше. Кнопка EQ Bypass. Это мгновенное отключение эквалайзера из цепи и реальный способ проверки, что работая с эквалайзером, вы добиваетесь улучшения. Последнее из управления предусилителем это основной регулятор выхода, который устанавливает окончательный уровень выходного сигнала, исходящего от Pro Channel. Ну и, наконец, индикация. С верхним индикатором всё предельно понятно. Его переключатели определяют, к какой точке он подсоединяется, сигнал PRE или POST, выход компрессора или предусилителя. Индикатор снизу показывает уровень усиления лампы. Его верхняя шкала показывает, как коэффициент усиления лампы влияет на входной сигнал. Эти светодиоды очень хорошо использовать в качестве визуального помощника для настройки уровня усиления. Первые четыре, зелёные, занимают собой поликлин. Когда они горят, лампа производит чистый выходной сигнал. Следующие четыре, жёлтые, Worm. Это оптимальный диапазон усиления для предусилителя. На этом уровне лампа производит выходной сигнал, который может быть определён как тёплый. Это и хорошее качество низов, это плотная середина, это гладкая детализация высоких. Последних два светодиода красных маркированы как клип. Первый загорится примерно за 6 децибел перед тем, как появятся слышимые искажения. Если он мигает, то паниковать не стоит, но понимать надо, что уже очень близок нежелательный перегруз. Осталась у нас неосмотренная задняя панель. Отправляемся. Вход и выход на XLR разъёмах, плюс выход на джек разъёме, переключатель выходного уровня, разъёмы для подключения петель. Благодаря их наличию можно подсоединить внешнее устройство к предусилителю, использовать специфические индивидуальные цепи или брать напрямую сигнал с определённой секции. Например, трек-баса можно вывести через компрессор, а вокала через предусилитель. И всё это одновременно. Ну что же, очень серьёзный инструмент для тех, кто работает со звуком по-взрослому и желает добиться неповторимого результата. А отсюда и цена, она не такая низкая. Но это и понятно, хорошие вещи дёшево стоить не могут. На этом у меня всё. Спасибо, что смотрите нас и до новых встреч! Хрупненько, красивенький, дорогой. Раздела ещё вот то, что вначале делаешь вот это, типа, обзор на вот это. Да, вот эта вот железяка, она стоит 30 тысяч, и в понедельник у нас её заберут, и её уже больше не будет. Всё. Зачем обзор? Надо. Снимаем. Окей.